Во Дворце культуры собрались делегаты из разных уголков Менщины, идеологи районов и крупных предприятий, молодежные лидеры, руководители по военно-патриотическому воспитанию и военно-патриотических клубов. Еще до начала мероприятия участники познакомили с выставками из архивных документов «Освобождение 44-го» и «Геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны». Перед идеологической вертикалью выступил депутат Палаты представителей Национального собрания политолог-общественный деятель Вадим Гигин. Центральной темой стала операция «Багратион» и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В подтверждении слов на экране уникальные военные карты и документы по операции. Проводится большая работа, особенно в последние годы. Я бы сказал, что целая система, начиная от года народного единства, года исторической памяти, создания Республиканского совета по исторической политике, расследования дела о геноциде белорусского народа, военно-исторические исследования. Сейчас мы ведем работу по созданию музея исторического, национально-исторического музея Беларуси, который будет символизировать те смыслы истории, как мы видим их сейчас и как стремимся донести до следующих поколений. Это и курс истории белорусской государственности. Я могу продолжать. То есть даже здесь мы видим, работа «Беларусь», фильмы, особенно сейчас. Здесь мы видим, что государство уделяет истории огромное значение. Белорусская наступительная операция «Багратион» – одна из крупнейших в годы Великой Отечественной войны. Эта операция Красной Армии стала примером военного искусства и главным событием на Советско-Германском фронте в 1944-м. Наши войска освободили Беларусь, большую часть Литвы, военные районы Польши. Красная Армия нанесла удар, вектор которого был направлен к центру германского нацизма – на Берлин. «В нашем государстве истории уделяется огромное значение. Она является основой идеологической работы, а без идеологии не может быть нормальной государственности», – подчеркнул спикер. «Наши оппоненты так усердно пытаются политизировать эти понятия, политифицировать. Идет атака на наши праздники, на наши священные даты. Но мы не просто обороняемся. Нет, мы действуем активно. Мы удерживаем здесь инициативу. И празднование сейчас 80-летия освобождения Беларуси, тот масштаб, с которым это проходит, это само по себе говорит о значении исторической тематики для, ну если угодно, национального самосознания Беларуси». Мероприятие продолжилось в формате живого разговора. Спикер ответил на вопросы из зала. Они касались названия оборонительной операции, разных войн и дат победы для нас и Западной Европы. Отношения к современному кино о Великой Отечественной войне.